потому что у него и этим занимались а пишут вопросы что они еще любы бессмысленным потому что невозможно верифицировать существует что то или нет а они не совсем так все зависит о природе существующего объекта понимаешь чем дело на самом деле это не бессмысленно потому что если ты и что то воспринимаешь даже если это сон иллюзия галлюцинация то все равно это для тебя это существует это часть твоего опыта вот чем дело то есть если ты там под лсд увидел я не знаю там розового слона значит значит этот розовый слон существует как твоя галлюцинация но ты не можешь увидеть под лсд всесильного бога потому что нельзя объять необъятное ты можешь увидеть какое-то божество которое может тебе показаться значительно сильнее чем ты например да но увидеть некий абсолют вне времени вне пространства невозможно по определению потому что весь твой опыт вся твоя как бы аналитика сенсорика она все равно упирается в определенной границе то есть ты не можешь объять необъятное ты не можешь своим ограниченным восприятием воспринять что то что выходило бы за рамки твоего восприятия если совсем грубо пишет ежи получается русалки существуют ну как идеи как галлюцинации русалки существуют понимаешь русалки могут существовать то есть мы можем изучить мировой океан мы можем найти в нем русалок потому что мировой океан слабо исследован и мы можем сказать что типа вот да русалки существуют там ученые открыли существование русалок Про Бога этого сказать нельзя, потому что русалка, ну что это такое? Это там, грубо говоря, человек с хвостом. Может ли существовать человек с хвостом? Да, может. В случае с Богом, ну это так, секунду, у меня у нас, по-моему, что-то с трансляцией происходит сейчас. В случае с Богом это так не работает, потому что Бог, он по определению вне пространства и времени, это не русалка. Ты забыла о такой штуке, как чудо. В христианстве ты можешь воспринять что-то вне мира, это будет чудом, но это будет. Это не вне мира, чувак. Нет, 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 нет. Ну да, потому что я не христианин, Илья. Я не рассуждаю с позиции христианина, потому что я не христианин. По поводу чуда. Чудо это то, что происходит в мире, а не за пределами мира. Если за пределами мира каждый момент, каждый миг происходят чудеса, то ты все равно этих чудес не видишь, и они тебе ничего не дают. Чудо это всегда что-то, что происходит в мире. Если человек шел, 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 а потом взял и полетел, или там если кто-то начал воскрешать мертвых, или кто-то начал ходить по воде, это чудо. Но это то, что происходит в мире. Ты вот смотришь на человека, который идет по воде или летит по небу, и ты охуеваешь, типа ух ты, ничего себе, вот это чудо, понимаешь? То есть чудо это все равно то, что происходит внутри материального мира, а не за его пределами. Поэтому не надо хуйню нести. Вот. По поводу божественной человеческой природы в Иисусе Христе, они в нем существовали и не слитно, и не раздельно. То есть это как бы очень сложно на самом деле. Пишут. То есть если я чего-то не видел, то этого не существует. Ну для тебя не существует, а в мире оно может существовать, если оно возможно гипотетически. Вот в чем дело. То есть ты в принципе можешь, то есть если ты не видел жирафа до определенного момента и считал, что его нету, но потом ты его в какой-то момент увидел, то ты скажешь, что типа окей, жирафы существуют. Я думал, что они не существуют, но вот я убедился в том, что они существуют. А с Богом так нельзя. С Богом это невозможно. Потому что ты, если ты увидел там, не знаю, горящий куст на горе, который сказал тебе, что типа я Господь, Бог твой, то это не значит, что Бог существует. Это значит, что ты просто увидел говорящий, горящий куст. Если ты увидел бородатого мужика на облаке, это не значит, что Бог существует. Это значит, что бородатые мужики, сидящие на облаке существуют. Понимаешь в чем дело? То есть, Бога его нет не потому, что его лично ты не видел, а Бога его нет, потому что его не может существовать в принципе, исходя из теологических описаний Бога. Потому что Бог, он вне пространства и времени. Бог, он не только вне твоего восприятия. Бог, он в принципе вне материального мира. Если что-то является частью твоего восприятия, то значит это по определению не Бог. А это что-то, что имеет связь только с материальным миром. То есть, это может быть галлюцинация твоя, это может быть еще что-то, но это все равно какая-то материальная хуйня. Или результат изменений биохимии твоего мозга. У тебя не может быть опыта вне пространства и времени. Вот, собственно, такова позиция моего вульгарного атеизма. Так, если не всесилен, то это не Бог или Бог в другом понимании. А языческих богов я не отрицаю. Понимаете, в чем дело? Что такое языческие боги, да, как бы в любой языческой системе? Это просто некие гипотетические высшие существа, которые просто живут дольше, чем живут люди. И обладают всякими фантастическими свойствами. Там, не знаю, могут летать по небу, превращаться в разных, значит, я не знаю, в разных животных могут превращаться. Может ли существовать что-то такое в материальном мире? В принципе, может. Почему нет? Поэтому у меня, кстати, меньше аргументов против язычества, языческой картины мира. Может быть, когда-нибудь наука, знаешь, дойдет до того, что люди тоже будут летать по небу и превращаться в разных животных. А если все увидят бога, значит, это не бог, потому что то, что они видят, это объект материального мира, а бог это по определению не объект материального мира. Если все люди видят солнце, ну, это бог только вот в понимании древних египтян, потому что бог это солнце. Люди могут видеть только объекты материального мира, а бог это не объект материального мира. докажи что это не так докажи что это не так что к чему имеет то есть к чему ты апеллируешь что что именно тебе нужно доказать до рождения после смерти опыт вне пространства и времени да но это не опыт потому что ты когда ты рассуждаешь о том что было до твоего рождения и что будет после смерти ты это сделаешь с позиции живого человека который находится в пространстве временной разверстки то есть ты ты это анализируешь с позиции уже существующего субъекта который погружен в пространство временную разверстку то есть опять таки это вопрос твоего восприятия твоя перцепции следовательно это не что то что находится принципиально по ту сторону материального мира или гипотетического материального мира которого мы который мы нарисовали на уровне наших ощущений иисус имел физические характеристики значит бог материален ну смотри есть всякие религии где иисус не был богом то есть у иисуса мог быть исторический прототип но именно как человек то есть скажем так человеческий аспект природы иисуса христа это меньшее что мы можем критиковать в этой концепции проблема возникает как раз с божественным аспектом ну или вот например иудеи современные они вполне себе верят в иисуса но они не считают его богом так а что если в какой-то момент технологического развития ученые смогут создать аппарат который сможет проникнуть за рамки материального мира и найти там бога нельзя проникнуть за рамки материального мира потому что там нет пространства и и времени там тоже нету поэтому туда нельзя проникнуть понятие проникнуть подразумевает что ты куда-то проникаешь в какую-то локацию куда-то где есть пространство и Если там нет ни пространства и времени, значит, туда нельзя проникнуть. Или это не что-то, что находится за рамками материального мира, а это просто какая-то параллельная вселенная. То есть, грубо говоря, можно, допустим, засунуть какой-нибудь спутник в черную дыру и, допустим, там окажется какая-нибудь параллельное измерение, где тоже есть пространство, время, там еще что-то. Это вполне... Гипотетически это возможно, но это не доказательство именно потустороннего мира в религиозном смысле. Это не доказательство существования Бога, а просто доказательство того, что какой-то бородатый мужик спустился с неба или как? Да, именно так. Бородатый мужик спустился с неба, окей. Ну, понимаешь, Дэвид Копперфильд, он тоже показывал всякие фокусы. Он там летал по небу, распиливал себя циркулярной пилой, находился в двух местах одновременно. Но это не значит, что Дэвид Копперфильд — это Бог. Хотя я встречал людей, которые на полном серьезе не иронично считали, что Дэвид Копперфильд — это колдун, владеющий магией. Это все волшебство. Так, мифических богов Ежа не отрицает — это уже что-то. Ну, я готов не отрицать любых богов, но принимать их только как идеи, а не как реально существующих каких-то объектов. Где в Библии написано, что Бог вне материи и пространства? Очень хороший вопрос, кстати. Понимаешь, в чем дело? То, что Бог вне пространства и материи — это не в Библии написано, а это постулируют современные теологические концепции, конвенционально признаваемые. В Библии там немножко другой Бог, но... Таким образом мы плавно переходим к тому, что современные верующие не верят в Бога, который описан в Библии и других священных текстах. Я больше скажу, в Библии и в древнейших ведах там даже потустороннего мира нету. То есть там люди, когда умирают, они никуда не попадают. Как сказано в книге Экклезиаста, живые знают, что они живы, а мертвые ничего не знают. Так, но Ежи Иисус же был Богом, но был частью материального мира. А, ну, значит, тогда это языческий Бог. Понимаешь, как Иисус мог быть всесильным, например? Ну, то есть у нас нету прибора, чтобы измерить всесилие Иисуса. Так... То есть если я не был в Сингапуре, то для меня ещё не существует, пока я в нём не побывал. Ну, для тебя — да. Потому что позиция солипсизма, она принципиально неопровержима. То есть можно просто угореть по субъективному идеализму. Почему нет? Твою позицию никто не сможет опровергнуть. Так, но то, что есть религии, где Иисус не Бог, в самых распространённых религиях Иисус есть Бог, А, нет, чувак, есть ислам. В исламе Иисус — это пророк просто. В христианстве была арианская ересь. Там тоже Иисус не был Богом. А если Иисус материален, то значит, он не может быть Богом, потому что Бог не материален. Шах и мат. Так, мне кажется, что если мы подразумеваем трансцендентность Бога, то мы заранее подразумеваем невозможность доказательства его существования. Не совсем так. Есть вещи, которые трансцендентны, в том смысле, что они вне нашего опыта, но они могут существовать в принципе. То есть вот, допустим, есть чёрная кошка. Я, кстати, у нас, когда был совместный стрим с Ильёй с канала «Заговор искусств», мы эту тему обсуждали. Опять-таки, кому интересно, можете переслушать этот стрим. Я ему там объяснял, что смотри, Бог — это не чёрная кошка. Ну, то есть он занимал позицию, что Бог — это чёрная кошка в тёмной комнате. А я ему говорил о том, что нет, это неправильная позиция. Потому что кошка, она может быть для нас трансцендентна, если это чёрная кошка в тёмной комнате. Но, в принципе, возможна ситуация, при которой мы зайдём в эту комнату, включим в ней свет. И тогда убедимся, что либо кошка есть, либо кошки нет. И если мы убедимся, что кошка есть, то мы сможем её изучить. Мы можем сказать, что, типа, вот эта кошка весит столько-то, у неё там четыре лапы, у неё такая-то шерсть, у неё такой-то хвост, такой-то длины. То есть у кошки есть базовые... Подразумевается, что у кошки есть базовые физические характеристики, которые могут быть описаны, изучены и так далее. В случае с Богом это невозможно. Потому что Бог, он трансцендентен не только потому, что он вне нашего конкретного субъективного опыта. А именно потому что Бог, он, в принципе, по определению трансцендентен, и он по определению не может иметь базовых характеристик физических. Потому что это не физический объект. Это только Бог у свидетелей Яговы и у мормонов. Его можно описать, взвесить и так далее. Потому что это буквально бородатый мужик, который на другой планете живёт. Но это не мейнстрим, да. То есть большинство теологических концепций, они никак не связаны с доктринами мормонов и свидетелей Яговы. У которых Бог — это просто какой-то пришелец из космоса, например. А так-то у Бога, у него, ну, тела никакого нет. Он вне пространства, вне времени. Он ничем не ограничен. Почему не существует атеистических народов исторически? Потому что атеизм может возникнуть только вот на, как следствие, определенного пересмотра отношения к религии в том числе. То есть у древних народов, у них, им нужны были какие-то способы интерпретации процессов, которые вокруг них происходят. Поэтому они все персонифицировали, что было вокруг них. Но обрати внимание, что нету не только древних атеистических народов, но нету и древних монотеистических народов. То есть нету ни одного народа, который бы появлялся с монотеизмом в культуре. С идеей о том, что есть один Бог, который всем управляет. Нет ни одного народа такого. То есть монотеизм это процесс определенной культурной эволюции. Там либо в случае, как с древним Египтом, в случае религиозной реформы Ахнатона, либо вот у арабов там ислам, да, у иудеев там иудаизм и так далее, и так далее. То есть нету не только ни одного атеистического народа, потому что есть всякие даже древние и самые примитивные народы, у них все равно есть какие-то верования, там, да, какая-то религия, ну, примитивная религия, там, да, какой-нибудь анимизм, там, шаманизм и так далее. Но нету и ни одного древнего монотеистического народа. То есть нету ни одного народа, который бы появлялся с идеей того, что есть один Бог, отец, который все создал. Нет, это так не работает. У них всегда язычество, у самых, ну, то есть на самых ранних этапах культуры традиционной там всегда язычество. То есть там всегда богов много, и это даже не боги, а духи, которые пронизывают вообще все. То есть свой дух есть, там, у реки, у камня, у дерева есть духи предков, там, и так далее. Если бога нет, то кто создал азиаток? Вот это... это сильный аргумент в пользу религии. Так, пишет, проигнорировал мой вопрос про Аллаха. Я его просто... а, существует ли Аллаха? Да, пожалуй, я действительно проигнорирую твой вопрос. Ну, смотри, если серьезно, то у Аллаха в исламе у него не те же самые описательные характеристики, как у бога-отца в христианстве или у Яхве, у иудеев. То есть там есть отличия. То есть на поверхностном каком-то уровне может сложиться впечатление, что это один и тот же бог, просто описанный по-разному разными народами в разных религиозных традициях. Но в действительности существует очень серьезное отличие в христианской, исламской, иудейской теологии. То есть там на самом деле все очень интересно. И вообще, кстати, среди христианских богословов очень много тех, которые говорят, что типа нет, это не один и тот же бог. Это вот, то есть это идея как бы единого всевышнего бога, но она в нюансах отличается, там есть нюансы. Так, бог сидит на троне, значит он материален. А это может быть аллегорией. То есть есть направления, которые отрицают аллегорическое прочтение священных текстов, а есть те, которые наоборот считают, что это всего лишь некая метафора. То, что ты говоришь, это не опровержение, это просто постулирование собственной аксиомы в противовес аксиоме верующих. Ну да, но это и есть опровержение. То есть если моя аксиома опровергает аксиому верующих, значит это опровержение. Это может быть не убедительное доказательство, но это опровержение. То есть если кто-то говорит там дважды два три, а ты говоришь дважды два четыре, ты можешь ошибаться, но ты все равно опровергаешь позицию первого, как бы первого говорящего. Будем ли мы смотреть видео? Будем, но мне интересно пообщаться с чатом вот на тему религии атеизма. Это как бы интересно на самом деле. То есть мне интересно посмотреть позицию зрителей, чтобы они со мной поспорили. У Кришны аватары были вполне материальные. Ну смотри, в Гауде-Вашнавской теологии там совсем все интересно, потому что Кришна, он воплощается не так же, как и Иисус. Потому что у Иисуса, у него есть и человеческая и божественная природа, и они существуют не слитно и не раздельно. А позиция Кришнаитов или там любых других индуистов, которые верят в аватары своих богов, это позиция, которая ближе скорее к коптским христианам, монофизитам. То есть это монофизитство скорее. То есть это идея о том, что вот, то есть там есть только божественная природа. То есть тело Кришны это не тело человека. Там все намного интересней на самом деле. То есть там вообще свои сложности, скажем так. То есть мы не можем экстраполировать на эту ситуацию с аврамическим монотеизмом. Потому что там разный философский бэкграунд, разные понятия, разные представления.